МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске СВО «Социальные вопросы. Медицина. Итоги года с Владимиром Путиным». Долги по коммунальным платежам можно списать на льготных условиях. Десятки поколений сыровчан выпустились из этих стен. 60-летний юбилей отметила школа номер 20. Подробности далее. Спецоперация «Медицина. Образование. ЖКХ». Вопросы президенту затрагивали почти все сферы жизни россиян. Прием обращений от жителей страны проходил с 1 декабря до начала трансляции программы. Впервые прямая линия была совмещена с пресс-конференцией по итогам года. Президент сделал акцент на стабильности экономики. Показатели роста ВВП на 3,5%. Путин заявил, что с 1 января МРОД будет повышен на 18%. Реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Но в среднем по стране это статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5% будет. Большая часть вопросов была неразрывно связана с СВО. На прямой линии выступали сами военнослужащие и их семьи. Вопросы трудоустройства, нехватки дронов, должной реабилитации раненых бойцов, которые возвращаются обратно на фронт. Эту часть населения волнуют выплаты, проблемы получения удостоверений, статуса ветерана боевых действий. Президент развеял слухи о повторной мобилизации. Прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий. Ну, в зоне СВО. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с вооруженными силами. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Ну, зачем нам мобилизоваться? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Президент также затронул социальную сферу. Острые вопросы, на которые попросили обратить внимание граждане – газификация, нехватка кадров, в частности, врачей и учителей в маленьких городах и селах, обновление коммунальной инфраструктуры, индексация пенсий и рост цен на продукты. Владимир Владимирович прокомментировал причины повышения стоимости курицы. Спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства, из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Евразес. Решение принято, по-моему, на днях. Во всем случае, в декабре должно быть принято. И ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. В своих ответах Владимир Владимирович затронул темы здравоохранения, экологии, спорта и международных отношений. Президент озвучил планы на предстоящий год. Отметил, что главным вектором станут меры поддержки молодым семьям и повышения рождаемости. Запись прямого эфира можно посмотреть на Рутубе. 85 миллионов рублей получил лагерь «Березка» из городского бюджета в 2022 и 2023 годах. Как расходовались эти деньги, проверила контрольно-счетная палата. Аудитор выявили ряд ошибок в оформлении документов, а также нарушения в ходе ремонта банно-душевого комплекса. Контракт стоимостью 9 миллионов рублей взяла компания «Ремстройкоммуникация». Выполнить работы подрядчик должен был до 14 апреля. Объект был принят 12 июля, то есть позже установленного срока, с неисполненными обязательствами на сумму почти миллион рублей – 989 тысяч. Неисполнены и невыполнены работы по отоплению, частично общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по водопроводу, канализации к банно-душевому комплексу. Строительный контроль объекта проводил УКС. К его работе у КСП тоже есть замечания. В результате того, что УКС осуществил строительный контроль ненадлежащим образом, выявлены следующие нарушения. К подрядчику не применены меры ответственности в виде штрафа. Также выявлены недостатки в актах выполненных работ. Не все работы отражены в журналах. По словам аудитора, руководство «Березки» отправило письма об устранении недостатков в ремонте подрядчику. Вопросы у контрольно-счетной палаты возникли и к ремонту котельной в лагере. Еще в ходе проведения контрольного мероприятия был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту котельной. Также с Ремстройкоммуникация на сумму 7 миллионов рублей. Срок выполнения работ по контракту – 9 декабря 2022 года. По состоянию на 1 октября 2023 года работы не выполнены. На заседании присутствовал новый директор «Березки». Прокомментировать ситуацию детально он не смог, так как вступил в должность только в конце июня. И, как отметили депутаты, кадровый вопрос – один из самых острых в лагере. Директоратом меняются чуть ли не каждый год. Народные избранники решили глубже разобраться с проблемами ремонта в «Березке». Для этого планируют на один из профильных комитетов пригласить представителей УКС и компании «Ремстройкоммуникация». Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саров-24. Приближается памятная дата. 80-летие победы в Великой Отечественной войне отметят в 2025 году. В канун праздника в Сарове могут отремонтировать сквер и обелиск «Вечный огонь». Проект участвует в конкурсе инициативного бюджетирования «Вам решать». Для его реализации в первую очередь важна поддержка горожан. Народное голосование уже подходит к концу. Отдать свой голос за инициативу можно до 20 декабря. На данной территории планируется выполнить ремонт отдельных элементов благоустройства. Планируется создать тематическое озеленение, установить конструкции праздничной, малоархитектурную форму, посвященную Великой Отечественной войне. На народную поддержку претендует 21 проект в Сарове. Среди них есть и учреждения образования. Например, актовый зал детской школы искусств номер 2 уже давно нуждается в ремонте. На сцене много заплаток, так как порой старые доски не выдерживают большого веса инструментов. А старая мебель съедает звуки и ухудшает акустические возможности зала. Эти кресла, они уже стоят здесь около 30 лет. И поскольку их дизайн, наполнение уже, можно сказать, устарело, они съедают огромную часть акустики нашего зала. Здесь выступают не только хореографы, актеры, но и наши юные музыканты. А это очень важно, чтобы во время их исполнения звук доносился до каждого зрителя, слушателя. Чтобы проголосовать за инициативу саровчан, переходите на сайт голосза.ру и выбирайте губернаторский проект «Вам решать». Авторизоваться можно по номеру телефона или с помощью учетной записи на госуслугах. Выбирайте «Город Саров» и «Проект», нажимайте «Голосовать». Важно помнить, что голос можно отдать только за один проект. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Саровчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут списать долги за коммунальные услуги на льготных условиях. Если ваш долг копился больше двух лет, то при единовременном погашении основного долга МУП «Центр ЖКХ» погасит 45% от общей суммы пени. Некоторые горожане уже погашают долги на льготных условиях. Приблизительно каждый день приходит по 3-4 человека пока. Надеемся, что их будет больше. Объем в городе людей, которые попадают, по нашим оценкам, под категорию, где-то приблизительно тысячи квартир. Заключить такое соглашение можно в отделе по работе с населением Центра ЖКХ по адресу Шевченко, 27А, 1 этаж, кабинет 1. При себе необходимо иметь паспорт, а также справку о наличии задолженности Саровской биллинговой компании. Такие задолженности напрямую влияют на работу Центра ЖКХ. Да, это отражается на работе Центра ЖКХ, снижая его возможности в течение месяца на проведение определенных работ. Деньги так или иначе ресурсно-набжающая организация все равно свои заберет. По суду или еще как-то она все равно их забирает. Это, ну, с ними шутки плохи. Поэтому на сегодняшний момент есть задача о том, чтобы вот это движение ресурсов от ресурсно-набжающей организации к человеку и оплата от человека до ресурсно-набжающей организации было налажено прям без всяких задержек. Подробную консультацию по списанию долгов можно получить по телефону 991-67. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Более 5000 часов в небе и 28 типов освоенных самолетов. Опыт героя России Александра Коновалова сложно переоценить. Летчики-испытатели сначала участвуют в разработке аппарата, а потом доводят самолет до такой перегрузки, когда он уже почти разваливается. Испытывают приборы на максимуме возможностей. Об опасностях и нюансах своей профессии Александр Григорьевич рассказал саровчанам на встрече в детской библиотеке имени Пушкина накануне Дня Героев Отечества. Считаю, что проявление патриотизма – это естественное явление. И защищать Родину – это и почетно, и это необходимо. Потому что если не мы, то кто будет этим заниматься? Мне понравилась встреча, понравилось то, что участники встречи проявили живой интерес, понимание всего, чувство нюморами присуще. Нижегородец рассказал о том, как обучиться редкой профессии летчика-испытателя, с какими физическими и психологическими трудностями приходится сталкиваться. В 1981 году Александр Коновалов катапультировался из разрушающегося самолета МиГ-25РБ на высоте 18 тысяч метров, со скоростью в 2,6 раза превышающую скорость звука. Это уникальный случай в мировой практике. Свою летопись о героических поступках наших земляков ведет ветеран афганской войны Геннадий Пущин. Он презентовал читателям свою филателлистическую выставку, посвященную интернациональным военным действиям со второй половиной 20 века. Она включает у меня, особенно за последние события, от ветеранов боевых действий за Афганистан и заканчивая вплотную сейчас специальную военную операцию на Украине. Я подготовил порядка 60 героев, все герои Российской Федерации. Их сейчас у нас уже около 200. Но я думаю, что еще, наверное, мне год понадобится для того, чтобы получше узнать биографии остальных героев, которые я не успел включить в свою экспозицию. Более 15 лет Геннадий Валентинович посвятил работе над увековечиванием памяти героев отчизны. За этот год провел более 25 патриотических встреч в Нижнем Новгороде, Москве и Богородске. Поиск и проверка информации по биографиям и событиям для экспозиции занимает колоссальное количество времени. В основном даже я пользуюсь той информацией, которая идет из средств массовой информации. Когда показывают фотографии, когда идут репортажи с президентом нашей страны, когда это все отражается в СМИ. Я беру за основу каждого из героев, начинаю заниматься, заниматься, ну и выбираю самые изюминки. Потому что в моих вещах нужно сделать всего несколько строк, чтобы выделить все самое важное и главное. Перед читателями также выступил председатель городского Саровского отделения ветеранов Афганистана и СВО Константин Быков. Рассказал о причинах, которые побудили Россию участвовать в афганском конфликте. Он представил видеорассказ о героях-саровчанах, погибших в ходе тех событий, призвал чтить их память. Патриотические песни со сцены Пушкинки исполнили солистки образцового ансамбля «Горница» детской школы искусств номер 2 Дарина Кальвит и Алиса Косицына. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В храме в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник многолюдно. В Саров привезли ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Ковчег торжественно встретили в Саровском монастыре. Чтобы приложиться к святыне, выстроилась большая очередь, ведь времени мало. Ковчег с мощами ждут и в воинской части. 9 декабря – День памяти святого Георгия Победоносца символично совпал с еще одной датой – Днем Героев Отечества. Верующие молитвенно обратились к небесному покровителю всех воинов. В храме в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник прошла Божественная Литургия. Затем клирики Саровского благочиния поочередно совершили у святыни молебны с акафистом. Мы сегодня молимся этому великомучению Георгия, чтобы он свои предстательства и спросил у Господа победы, высохранить наше отечество, наше воинство и всякого человека, привлекающего его помощь. Великомученицы Победоносцы Георгий полагают нам. У мощей Георгия Победоносца помолились и военнослужащие Саровского соединения войск Росгвардии. У святыни дежурили волонтеры, которые раздавали верующим иконки святого великомученика. Всероссийские молебны о победе с принесением мощей великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской Православной Церкви начался по благословению патриарха Кирилла 6 мая. Ковчег уже находился в Нижнем Новгороде и Арзамасе. В Сарове мощи из монастыря привезли в воинскую часть. Оттуда святыня направилась в Иксу. В Нижегородской митрополии мощи будут пребывать по 24 декабря. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. За текущий год в Сарове зарегистрировали 8 преступлений коррупционной направленности. В основном случаи были связаны с тем, что руководители предприятий знали о ненадлежащем качестве поставляемых товаров и услуг и не принимали мер по расторжению договора о поставке, получая из этого выгоду. Всех преступников привлекли к уголовной ответственности. Суд рассматривает данные уголовные дела и, как правило, это тяжкие составы преступлений. Уголовная ответственность, которая предусмотрена, помимо штрафа. Естественно, если лица, совершившие данное преступление, находятся в мечащике обстоятельств, или он идет на сделку с правосудием, возмещает материальный ущерб, то суд может исключить решение свободно. У коррупции много разновидностей. Это не только взяточничество, подкуп, но и незаконное присвоение товаров и услуг, которые предназначены для общественного потребления, кумовство и другие злоупотребления своим служебным положением для обогащения. В ряде случаев подарки и вознаграждения тоже могут быть отнесены к преступной деятельности. Это зависит от стоимости и значимости презента. Если там определенная сумма, то, в принципе, подарком человек может пользоваться. Ну, там, образ, какой-то торт на день рождения, да, например. Стоимость там не составляет больше тысячи рублей. И он там скорость против продукта, как бы, все. А если там какие-то путевки в санаторий, непосредственно в какие-то услуги, там, окраска машины, там, делать ремонт, там, рок-техника, там, сотовый телефон, бижутерия, украшения, сумма которых превышает порядок определенной категории, то о данном факте должностное лицо, согласно постановлению председательской федерации, должен проинформировать непосредственно руководителям. Коррупционные преступления выявить сложно, так как они невидимы для посторонних. Сотрудники отдела экономической безопасности проводят большое и значительное расследование. Такая работа может занять до одного года. Проверить те или иные материалы, связаться с поставщиками, запросить их нехарактеризующие сведения. Ведь у каждого материала свои характеристики. Толщина металла, например, разная. Цепопроводность, сечение проводов, количество, толщина линолеума, ну, элементарно. То есть есть такие факты в Сарове, то, что подрядчики используют более, так скажем, некачественные материалы. В прошлом году в стране зарегистрировали 35 тысяч преступлений коррупционной направленности, что составляет менее 2% от всех правонарушений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Яркие номера, многочисленные поздравления, подарки и песни. 60 лет – достойная дата, которую хочется отметить красиво и масштабно. День рождения школа номер 20 отпраздновала в зале Творца детского творчества. На праздник пришли директора школ, ветераны педагогического труда, родители, учителя, выпускники. В этот день в адрес школы прозвучало много теплых слов. Именно вы строите будущее, именно вашими трудами, вашими стараниями, чаяниями строится наша страна. Огромное спасибо действующему составу школы, огромное спасибо ветеранам. Вы создали уникальный коллектив, который продолжает работать на пользу города и на пользу страны. Вы правда одни из лучших в нашем городе. Я сегодня очень долго думала, какие самые значимые аспекты для меня в 20-й школе. Я знаю точно, что это стабильность и принятие каждого ребенка. Вот эта уникальность, когда каждый знает, что он имеет свою значимость на уровне школы, что он нужен, что он востребует, что к нему найдет подход. Вот это особая, наверное, значимость прежде всего прекрасного, мудрого педагогического коллектива, который умеет работать. Коллектив 20-й школы наградили почетные грамоты города Сарова. За долгие годы у учреждения появились свои традиции и друзья. Более 20 лет школа сотрудничает с ДШИ номер 2. В 1997 году на базе начальных классов школу номер 20 открыли фольклорное отделение ДШИ. Поэтому свой поздравительный номер подготовил и сводный ансамбль учащихся четвертых классов. Многие годы в школе действует туристко-краеведческий клуб, волейбольная секция. Недавно появился военно-патриотический отряд. Школа гордится тем, что в ее стенах учились Сергей Худяков и Константин Васильев и помнит своих героев. Воспоминаниями о школьных годах поделились первые выпускники. В 1963 год коллектив школы, коллектив школы Аглаева, замечательный человек, Кокин Иоанн Павлович. Это бывший фронтальник, разведчик, лейтенант, награжденный боевыми наградами. И вот он сплатил коллектив. На юбилей школа номер 20 получила много подарков. Один из которых – сертификат на приобретение интерактивной панели. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Прогулки на свежем воздухе, пальчиковая гимнастика, обучение основам ПДД, арт-терапии. Работая с детьми с особенностями развития, Юлия Клочкова постоянно делает акцент на здоровье и сбережении. Учитель школы-интерната номер 9 прививает ребятам заботу о физическом и психологическом состоянии. Так как детки особенные, то зачастую занятия и уроки проходят в игровой форме. И очень много мы используем здоровьезберегающей технологией. Учитель здоровья – это человек, который бережет свое здоровье, заботится о здоровье своих учеников. Это педагог, который уделяет внимание формированию культуры здоровья. Под культурой здоровья я понимаю совокупность эмоционального, физического, психического, социального благополучия. На конкурсе «Учитель здоровья России-2023» Юлия продемонстрировала успехи в формировании ЗОЖ-культуры. Финал проходил в Нижнем Новгороде с 29 ноября по 1 декабря. На нем собрались 36 победителей региональных этапов. На протяжении трех конкурсных дней педагоги показывали творческие презентации, участвовали в дискуссиях, проводили открытые уроки в нижегородских школах. Юлия Клочкова провела занятия на тему безопасности на разных видах транспорта. Учителя должны были продемонстрировать применение здоровьесберегающих технологий. Я на своем уроке демонстрировала это посредством физкульт-минуток, пальчиков и гимнастик. Еще мы занимались конструированием из ледяных фигур, а также через давали разные виды деятельности. Урок проходил на незнакомой территории, были незнакомые дети. А для меня еще была особая сложность, что я работаю с особенными детьми. И у нас задачи немного другие, коррекционные задачи. А на конкурсе я проводила урок с первым классом обычной массовой школы 187. Я очень волновалась, что будут проблемы с темпом, с динамикой урока. Оно все получилось. На конкурсе «Учитель здоровья России-2023» Юлия Клочкова вошла в десятку лучших и стала лауреатом. По словам педагога, участие в таких событиях – это отличная профилактика эмоционального выгорания. После встречи с коллегами из других регионов, общения и обмена опытом, появилось еще больше сил, идей и желания создавать для учеников увлекательные занятия и погружать их в мир здорового образа жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Появились часы без пяти минут двенадцать, которые до сих пор украшают многие елки. И действительно такая уже значимая игрушка, народная игрушка. Прошли Олимпийские игры, также появились Олимпийские мишки. Например, вот самые первые, наверное, такие значимые игрушки – это после выхода фильма «Цирк» в 30-х годах на елках появилось очень много цирковых артистов. У новогодней игрушки в России непростая история. Как пережиток буржуазного прошлого, ее запрещали вместе с елкой. Расцвет новогодних украшений пришелся на советское время, начиная с 50-х годов. В это время елка стала не просто украшением интерьера, а средством патриотического воспитания молодежи. Такое значимое событие, как полет человека в космос, также не остался без внимания советских мастеров. Если в оранжевом костюме и с надписью на шлеме «СССР», то это изображение Юрия Нагагарина, потому что он именно в таком костюме летал в космос. Если серебристая игрушка, то это Валентина Терешкова. Но некоторые мастера отходили от шаблона и рисовали какие-то мелкие детали, потому что все эти игрушки, они были именно ручной работы, ручной выдувки, ручной росписи. На выставке есть и современные игрушки «Фабрик Ариэль» и «Елочка», которые изготавливают елочные украшения по советским образцам. Дополняют экспозицию выразительные работы саровских мастеров Елены Зуевой и Татьяны Коновой. Промысловые расписные игрушки мастеров из Семенова. Окунуться в прошлое и прикоснуться к новогодней сказке можно по 15 января, без возрастных ограничений. Сделать пошагово лего-человечка в чертежно-графическом пакете, компас 3D, собрать детали, а потом раскрасить их. Такую задачу перед участниками проекта «Профтренд» поставила инженер-конструктор ядерного центра Татьяна Евтушенко. О своей работе Татьяна рассказала школьникам понятным и доступным языком, чтобы у каждого в голове появился четкий ответ на вопросы, чем именно занимается инженер-конструктор, какие навыки ему нужны и, главное, подходит ли мне эта профессия. Я упоминала, как делать 3D-модель в профессии инженера. Мне понравилось. И, наверное, я буду идти к этой профессии, скорее всего. Хочу быть инженером. Узнала побольше об этой профессии, какие программы используются, как работают, строятся моделирования. И в целом мне понравилось. Эта профессия интересная, но сложная. Если ученик на «Профтренде» поймет, что эта профессия ему не нравится, это уже отличный результат, считают организаторы. Так дети смогут сужать круг поиска профессии, которую захотят постигать в дальнейшем. Городской проект «Профтренд» реализуется в Сарове с 2016 года, постоянно расширяя рамки, меняя форматы и наполнение профориентационных мероприятий. Когда я училась в школе, в моем времени этого не было. Если бы мне пришли в школу и рассказали, что вот такие-то плюсы тебя ждут, вот такие-то ты действия будешь делать, что-то за это получать, я бы вообще с горящими глазами сразу бы полетела в технический вуз и просто сразу бы определилась со своей профессией на будущее. Во втором полугодии в рамках «Профтренда» запланированы дни увлекательных наук в школах номер 16 и 20, а также ряд интересных встреч во дворце детского творчества. Песни о войне и дружбе, родине и любви, патриотические, лирические и джазовые композиции. На муниципальном этапе областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта» участвовали юные вокалисты разных возрастных категорий из детской школы искусств, объединений дополнительного образования, детских садов и школ города. На конкурс заявились и дети с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале было несколько номинаций. Академический вокал, эстрадный вокал, патриотическая песня. Я исполняла песню о родине и скоро буду исполнять «Боги-воги» для осьминога. Мы выбирали более спокойную песню и более веселую. Я пела «Три желания». Это моя самая первая песня. И я еще когда маленькая была, я начала петь. Я пела «Катюшу», у меня еще один номер будет. Это «Ой, мороз, мороз». Вот такой у меня костюмчик. Сын Палка называется. Часто выступаю, иногда даже езжу в разные там города. Я ездил в Нижний Новгород. Не помню сколько раз, где-то там пять. И один раз я ездил в Йошкаралу. Когда я последний раз ездил в Нижний Новгород, я там целый кубок заработал дипломанта первого степени. Каждый номер был по-своему ярким, оригинальным и запоминающимся. Многие участники подошли к исполнению творчески. Подобрали костюмы, разучили танцевальные движения. Ольга Ешкова из объединения «Волшебный микрофон» исполнила песню «Мусенька-лапуся». На сцене девочка была в роли кошечки Муси. Это была песня про кошечку. Ее припев мне нравится и один проигрыш, который нужна лапка. Мне нравится сильно петь. Я люблю петь. Жюри оценило 49 песен в исполнении солистов и ансамблей. Видео лауреатов первой и второй степени в каждой номинации и возрастной категории отправили в Нижегородский центр «Сфера» для отбора на участие в финальном этапе фестиваля.